В крае наступил пожароопасный период. Сегодня на территории региона действуют 113 лесных пожаров. Это в 10 раз меньше аналогичного периода прошлого года. Однако, как признаёт вице-премьер Андрей Гурулёв, это на 80% заслуга плотного снежного покрова. Тем не менее, работа по тушению возгорания и поиску поджигателей ведётся активно. Напомним, что первое возгорание было зафиксировано в Акшинском районе. 33-летний мужчина поджег порубочные остатки и покинул место поджога. Отсутствие контроля над возгораниями наблюдается не только в отношении жителей края, но и среди чиновников. Контроль над более чем 60 термоточками в Газимур-Заводском районе муниципальной властью не ведётся. В части контроля отличилась и Чита. Это по ландшафтным пожарам, ну или по поджогам травы, если просто говорить. И посмотреть город Чита и Читинский район, Чита 53 и 140. Андрей Вильевич, видим, да? Именно город Чита. Я прошу Андрея Вильевича, нам надо край сегодня подписать наше постановление об ограничении доступа в лес. Я понимаю возмущение жителей, которые говорят, что нам ограничивают вес высокогорье, всё остальное, посмотрите статистику. Именно город Чита. Начав войну с огненной стихией, правительство не может устранить последствия прошедших ураганов. Пострадавшие социальные объекты рискуют попасть под обильные осадки. И уже после них на ремонт потребуется в разы больше средств. Ремонт и строительство – болезненные темы для Забайкалья, где строительный сезон крайне короток. Усугубляют ситуацию недобросовестные подрядчики. В июле прошлого года был заключен контракт на строительство 170-квартирного дома для переселенцев из Ветхого жилья в микрорайоне «Молодёжный». По прошествии девяти месяцев принято решение о расторжении контракта. На сегодняшний день никаких реальных движений к строительству дома не принимается, поэтому с таким подрядчиком мы будем сейчас контракт расторгать и заключать новый контракт. Также мы планируем дополнительно заключить контракт на строительство 160-квартирного дома в микрорайоне «Молодёжный». Запасной дом планируется площадью 4041 квадратный метр. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.